Друзья, прежде чем мы начнем, я коротко напомню правила. Рубрика «Инвестшоу» не является набором инвестиционных рекомендаций и торговых сигналов. Пожалуйста, не повторяйте сделки за мной. Цель этого шоу – публичный эксперимент, который покажет и докажет важность долгосрочного и регулярного инвестирования. В рамках «Инвестшоу» я веду три портфеля. Первый из них – «Народный». Сюда покупаю активы на базе ваших рекомендаций минимальным лотом. Выбираем самую популярную идею из прошлого выпуска. Второй портфель называется «Индексный». Сюда минимальным лотом я покупаю биржевые фонды и ETF, никаких индивидуальных бумаг. Ну и третий портфель – так называемый «Ленивый». Сюда я выбираю акции индивидуальные на долгий срок. По стратегии «купи и держи», практически ничего не продаю за редкими исключениями. Мой бюджет в «Ленивый» портфель на одну неделю – 11 тысяч рублей. В прошлом году было 10 тысяч, но я проиндексировала свои еженедельные пополнения, чтобы не отставать от инфляции. Мы с командой сегодня для вас приготовили много интересных материалов, поэтому не буду тратить слишком много времени на обзор портфелей. Просто скажу, что посмотреть все три портфеля можно в приложении Intel Invest по ссылочке в первом закрепленном комментарии. Также можно воспользоваться сервисом, если у вас есть такая необходимость. Народный портфель более 517 тысяч рублей, бумажная доходность более 40% в моменте. По структуре портфеля акций список топовых компаний выглядит на данный момент вот таким образом. Можно поставить видео на паузу и, если есть такая необходимость, чуть-чуть поподробнее посмотреть. Теперь переключимся непосредственно на индексный портфель. Второй портфель здесь только ETF. Суммарная стоимость 152 тысячи 800 рублей, бумажная доходность на данный момент. И третий портфель называется «Ленивый». Еще раз напомню, он самый большой по стоимости, более миллиона рублей он уже составляет, а бумажная его доходность уже под 70% на данный момент. В ну и вот так вот выглядят топовые активы в ленивом портфеле с максимальным весом. Ну и вниз тоже пролистаю, чтобы вы могли, если есть необходимость, поставить на паузу и посмотреть подробнее. Друзья, ну и я хочу вам коротко напомнить, что Тинькофф Инвестиции продолжают свою обучающую акцию для начинающих инвесторов. Если вы перейдете по ссылке в описании, откройте брокерский счет, пополните его, пройдете обучающий курс для начинающих инвесторов, то Тинькофф Инвестиции подарят вам пакет акций стоимостью до 25 тысяч рублей и таким образом у вас получится убить сразу двух зайцев. С одной стороны получить хороший обучающий фундамент для инвестирования, ну а с другой стороны еще и бонус подарок получить, что тоже очень приятно. У меня счет в Тинькофф Инвестициях уже открыт, собственно я его и показываю уже давным-давно в рамках инвест-шоу, но вот такая возможность есть и у вас тоже. Ну что ж, друзья, сейчас на экране вы можете увидеть отраслевой состав народного портфеля, с которого мы сегодня с вами и начнем. Также можно увидеть ежемесячную и годовую доходность и какие идеи мы рассматривали для покупки сегодня. Идеи были довольно интересные. Это была фармацевтическая компания G1 Therapeutics, очень хайповая на данный момент, Service Corp, похоронные товары и услуги, Nike, которая не нуждается в представлении и Mail.ru Group, российская технологическая компания, которая все так и не хочет отрастать, разочаровывая своих акционеров. Но все-таки вы, друзья, проголосовали, причем с очень приличным отрывом в телеграм-канале InvestFuture за компанию Apple, IT-гигант на просадке. И эта идея принадлежала нашему пользователю с ником Samurai21. Ну, давайте разбираться, насколько компания Apple действительно интересна к покупке прямо сейчас. Ну что ж, в целом, конечно, компания в представлении особо не нуждается. Но просто коротко напомню, что Apple это вторая по капитализации компания в мире после нефтяной империи саудиорамка. Apple платит дивиденды совсем копеечные. Дивдоходность форвардная получается 0,7% на следующие 12 месяцев. Но, по крайней мере, для IT-компании Apple хотя бы что-то платит, и то неплохо. В целом, я сказала, что саудиорамка это империя, но Apple это тоже империя в своей нише. Она производит смартфоны, часы, ПК, планшеты, ноутбуки. Все это является самым популярным в мире. Ну, и я думаю, что вы понимаете, что за продукцией ни одной больше компании в мире не выстраиваются такие очереди в моменты релизов, как за продукцией айфона. Apple это, наверное, секта в каком-то смысле технологическая. И, безусловно, для нас, как для акционеров, это имеет значение, потому что у Apple есть огромная армия очень лояльных покупателей. Кроме того, бизнес Apple уже раскинул свои щупальца в мобильные платежные системы, потоковое видео, музыку и телевидение. Компания инвестирует огромные деньги в научные исследования и разработки новой продукции в искусственный интеллект и в виртуальную реальность. Вот недавно выходил отчет аналитика Минчи Ко, который указывает на то, что мы с вами можем увидеть гарнитуру дополненной и виртуальной реальности уже в следующем году. А очки с дополненной реальностью от Apple появятся примерно через три года. Отчет предполагает, что это, может быть, и не сильно повлияет на консолидированную выручку компании краткосрочно, но это ключ к тому, как будут устройства Apple в будущем развиваться. И похоже, что компания делает ставку на замену смартфона с сенсорным экраном на качественно новые устройства. Очки с дополненной реальностью, также контактные линзы, которые будут выполнять все привычные нам функции голосовыми командами, жестами, щелчком пальцев или иным способом. И, конечно, в долгосрочном горизонте эти инновации для компании могут обернуться огромной прибылью. Не так давно, кстати, компания Apple привлекла 14 миллиардов долларов за счет выпуска аппликаций. Один из вероятных способов использования этих денег – это разработка и запуск автономного электромобиля Apple Car. Ну и предполагается, что непосредственно физическое производство Apple отдаст на аутсорс одному из автопроизводителей, пока вроде как идут дискуссии, кому именно. А сама компания сосредоточится на технологиях автономного вождения, аккумуляторах, программной начинке и искусственном интеллекте, также дизайне и конструктивных особенностях автомобиля. Вот такая сейчас история. И в целом производство на аутсорсе – это действительно более эффективный путь для компании. И тут нужно понимать, что если Apple действительно пойдет по пути производства электрокаров на аутсорсе, то это может существенно ускорить выпуск первых автомобилей. Сейчас рынок закладывается на то, что электрокары появятся в 2024 году, но по факту это может произойти намного раньше, а уже потом компания будет постепенно разворачивать собственное производство наиболее рентабельных модулей, маржинальных модулей. Ну и здесь можно сравнить Apple с компанией NIO китайской, которая тоже производит электрокары. Компания была основана в 2014 году, а первый автомобиль вышел всего лишь через 18 месяцев. Спасибо аутсорсу. Почему Apple не может пойти по этому же пути? Ну вот все, что я говорила ранее, это такие краткосрочно-долгосрочные факторы роста компании. Если посмотреть немножко поближе, то, конечно, масштабирование iPhone 12, Mac, все тут очень хорошо идет, хорошие продажи, высокий спрос благодаря внедрению 5G, новых высокопроизводительных чипов. Здесь никаких вопросов, особенно на данный момент, у аналитиков нет. Кроме того, существующие клиенты вроде как готовы увеличивать и дальше свои расходы, прибавляются новых клиентов. На 2021 год прогнозируется чистая прибыль на акцию 4,64 доллара. Это предполагает ее рост на 26%. Apple торгуется с форвардным P&S почти 26%. Низко? Ну, не сказать, чтобы низко. Но если посмотреть на то, как торгуется компания, даже в период распродаж, есть довольно железобетонный уровень, там 115-116. И кажется, что ниже этой цены пока никто акции Apple отдавать не собирается, несмотря даже на рыночную волатильность. В общем, я в Apple по-прежнему продолжаю верить, именно с учетом, конечно, вот долгосрочных технологичных планов, которые как раз в последние месяцы потихонечку начинают проясняться. И, кажется, становится понятно, что Apple по-прежнему в авангарде. Дорогие друзья, мы движемся дальше, переходим к индексному портфелю. Нужно понимать, что сейчас он у меня, с одной стороны, довольно хорошо диверсифицирован, но, с другой стороны, экспозиция довольно сильная в акции роста. Почти 20% это технологические компании, 16% Китай, еще 12,5% акций развивающихся рынков, куда также входит Китай. Ну и дальше уже там по убывающей. Есть немного золота, есть еврооблигации, есть фонд на Германию, меньше 8%. И вот сегодня, хорошенько подумав, я приняла решение докупить еще немножко фонда на акции немецких компаний, именно потому что это, на мой взгляд, стабильная экономика, стабильная валюта. И в некотором роде это именно то, чего моему портфелю не хватает на данный момент. Я уже как-то про перспективы немецкой экономики рассказывала. Германия – это главный экспортер Европы, это такой промышленный амбассадор. Немецкая экономика – четвертая по величине в мире. Я напомню, на ее долю приходится почти 30% ВВП Европейского Союза по итогам 2020 года. Прогнозы по экономическому восстановлению довольно позитивные. И правительство предполагает, что ВВП Германии по паритету покупательной способности вырастет до 5,5 трлн долларов к 2025 году. То есть это рост более чем на 23% за 5 лет. Неплохо. У Германии высокий промышленный потенциал, высокий экспортный потенциал, стабильная валюта. Ну и, как я уже сказала, темпы роста ВВП – это все делает таким довольно очевидным, мне кажется, решением покупку Германии именно с точки зрения диверсификации портфеля. И именно поэтому сегодня я покупаю фонд FXDE от Финекса. Что в составе? Это набор немецких компаний, крупнейших, таких как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW и так далее. Всего 46 компаний, которые входят в индекс Solactive AG. Индекс покрывает 85% немецкого фондового рынка, крупнейшего в Европе, на минуточку. И это только компании крупной и средней капитализации, точнее, ликвиды здесь никакого нет. Ну вот вы можете увидеть экспозицию фонда более подробную по отраслям промышленности и также список из 10 крупнейших бумаг на экране прямо сейчас. Фонд вообще номинирован в евро, но купить его можно в том числе в рублях, что я и буду сегодня делать. И нужно понимать, что при девальвации рубля получается, что ты автоматически выигрываешь. В курсовой разнице, то есть если рубль снижается по отношению к евро, то цена фонда в рублях будет, соответственно, расти пропорционально изменению курса. Ну, я думаю, что это все примерно, что нам нужно знать про этот фонд. Чуть-чуть позже покажу уже непосредственно, как я его покупаю. А пока расскажу о планах на ленивый портфель. Они грандиозные. Ну что ж, ленивый портфель, он, конечно, уже такой большой по количеству активов, что напоминает немножко какой-то активно управляющий фонд. В ленивый портфель входят акции с 60 компаний. Есть еще три облигации и один на ETF на золото. Но я решила все-таки на некоторое время притормозить с покупками новых компаний и больше поработать над структурой портфеля, чтобы его немножечко подбалансировать. Смотрите, если попытаться оценить экспозицию по отраслям, то мы увидим, что довольно большой вес в портфеле имеют на данный момент финансовый, телекоммуникационный и IT-сектора, также потребительский, медицинский и энергетический. Я подумала-подумала, решила, что хотелось бы мне сегодня сделать акцент на секторе торговли. Ну а если говорить о торговле в 2021 году, то это, конечно же, торговля электронная. И здесь у меня, смотрите, из этого сектора есть уже две компании. Это eBay, которая плюсует на 17% бумажная прибыль. И это китайский, так сказать, Amazon, компания JD.com. Вот она показывает просадку, там 3-4% колебания примерно такие. Я уже покупала одну акцию JD в прошлом выпуске и решила, что сегодня сделаю это снова, потому что сектор электронной коммерции в Китае – это один из самых быстро растущих в мире. На него приходится почти 55% всех мировых продаж e-commerce, только подумайте об этом. При этом компания имеет 441 миллион активных клиентов, и она позволяет международным, в том числе брендам, у которых нет физического присутствия в Китае, выходить на китайский рынок. При этом нужно понимать, что JD – это максимально технологичная передовая компания, потому что она использует в том числе искусственный интеллект, там доставка дронами практикует. Компания доставляет почти 90% заказов в тот же день или на следующий день, и при этом имеет одну из самых обширных логистических цепей в мире. JD активно инвестирует, продолжает инвестировать в технологии, искусственный интеллект, машинное обучение. У нее есть дочерняя финтех-компания JD Technology, и есть также платформа электронной коммерции для фармацевтических продуктов JD Health. В общем, у нее все отлично, компания развивается, дочка ее JD Logistics, кстати, планирует еще и скорый листинг на гонконгской фондовой бирже. Это может также хорошо сказаться на капитализации JD, как это часто бывает. Ну, а конкретно сейчас у компании финансовое положение очень впечатляющее. Ну, помимо того, что у нее устойчивый баланс и отрицательный чистый долг, темпы роста выручки и прибыли за 2020 год просто какие-то бомбические. 37,305% соответственно. В общем, несмотря на все, конечно, риски, связанные сейчас с китайским рынком, с китайскими компаниями, которые сказываются на котировках, я предполагаю, что JD – это компания действительно довольно уникальная. Она занимает видные места в портфелях многих знаменитых управляющих, там от Bridgewater Associates Ray Dalio до, собственно, Ark Invest Katie Wood. Почему бы и в моем ленивом портфеле не добавить больше JD-шечки? Одна акция JD стоит 85 долларов, а у меня бюджет, как вы помните, 11 тысяч рублей на неделю. И поэтому я решила сегодня докупить еще одну бумагу. Это будет российская компания, компания Global Trans. Я почти вписываюсь в бюджет, но придется мне залезть в долг из следующего выпуска на несколько сотен рублей. По-моему, рублей 200 получается. Ну, смотрите, по Global Trans интересненький такой отчет вышел не так давно. Но объем перевозок упал всего лишь на 3%, а выручка компании при этом за аналогичный период упала на 28%. Чистая прибыль рухнула на 46%, а персональная рентабельность сократилась с 34% до 18%. Чистый долг вырос на 15%, компания сократила капсатраты почти на 50%, но, несмотря на падение выручки, увеличила свободный денежный поток на 14%. И за счет именно него Global Trans продолжает проводить обратный выкуп акций и выплачивать дивиденды. Ситуация, конечно, очень интересная, потому что по факту мы видим, что операционные результаты это довольно стабильные. Почему же тогда упала выручка? Дело в том, что из-за кризиса, похоже, компания понизила ставки на перевозки, свою таксу за услуги. И таким образом она по факту просто демпингует цены для того, чтобы сохранять объем перевозок. И это позволило ей удержать долгосрочные контракты с такими компаниями, как Роснефть, ММК и Металлоинвест. Интересно, конечно, что получается, что ради сохранения дивидендов, которые привязаны к свободному денежному потоку, компания обошла на сокращение капсатрат. Это хорошо для акционеров, правда, не решает это другие проблемы компании, связанные с тем, что нужно проводить ремонт, обновлять, расширять парк и так далее. Но это уже другая история, и, скорее всего, в будущем капекс все равно будет расти. Так что мы, конечно, видим, что результаты 2020 года не очень благоприятны. Рынкам это тоже не понравилось, но, с другой стороны, мировая экономика все-таки восстанавливается. Спрос на перевозки-то будет расти так или иначе. И здесь, конечно, можно предполагать, что просто чуть-чуть позже компания снова цены на свои услуги повысит, если позволит это сделать рынок, и тогда ее финансовые показатели нормализуются. При этом, помимо того, что компания в целом оказывает довольно востребованные услуги, у нее еще очень интересная ожидаемая дивдоходность. Ребята из Токсов посчитали, был пост на эту тему, что с учетом предстоящей выплаты за второе полугодие 2020 года, общая ожидаемая дивидендная доходность в следующие 13-14 месяцев составляет, внимание, 27%. Как вам такое? Ну что, рассказала вам о своих планах покупок. Теперь буду непосредственно покупать. Открыла свой индивидуальный инвестиционный счет. Я его уже пополнила. Я купила валюту для всех своих покупок, которые планируются в долларах. Ну и просто буду двигаться по порядку. Народный портфель акций Apple у нас сегодня в меню. Открываем нашего главного яблочника. 122 доллара. Кстати, немножко сегодня уже подорожала бумажка с того момента, как я ее смотрела в последний раз. Ну хорошо. Нажимаю на кнопку «Купить». Индивидуальный инвестиционный счет я буду покупать, соответственно, по лучшей цене. Как-то Тинькофф немножко обновили терминал. Отлично. 122 доллара. 31 цент на это мне потребуется. Нажимаю на кнопку «Купить». И в народный портфель одну акцию Apple мы с вами купили по завету нашего самурая. Движемся дальше. Индексный портфель, как я уже сказала. Я покупаю FXDE, фонд на акции немецких компаний. Вот он. Вот таким образом выглядит график. Вот здесь вот можно посмотреть поподробнее структуру и детали. Ну, я не буду вдаваться в подробности. И просто куплю также на ИС по лучшей цене. Один лот FXDE, как я и планировала. 2996 рублей. Покупаю. И таким образом увеличиваю диверсификацию, в том числе на стабильные немецкие компании в своем индексном портфеле. И теперь перехожу к ленивому. Ну, соответственно, здесь у меня в планах JD осталась в поиске еще с прошлой недели, когда я ее покупала. 83 доллара 36 центов. Ну, вот таким образом выглядит график. Посмотрите, за 6 месяцев в феврале 2021 года компания начала падение и уже просела более чем на 20%. Вот я покупала на локальном дне и докуплю сейчас еще один лот на индивидуальный инвестиционный счет. По лучшей цене один лот JD я покупаю. Ну, и теперь оставшиеся деньги я потрачу на Global Trans. Где он у нас тут? Сейчас поищем. По-моему, тикер звучит как GLTR. Не могу ее найти. Вот, нашла. 502 рубля 50 копеек стоит одна акция, но нужно понимать, что не все так просто, потому что один лот это 10 акций. Я покупаю один лот и на это я потрачу 5027 рублей 52 копейки. Покупаю, готово, но немножко подусреднило, потому что у меня, собственно, в ленивом и JD, и Global Trans в небольшой, там, примерно 5% просадке обе компании находятся. Ну, что, друзья, вот такие покупки я сегодня сделала в свои портфели. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам те идеи, которые мы сегодня обсуждали, какие идеи кажутся вам наиболее интересными и что вы хотите предложить для покупки в народный портфель. Только поперегите, пожалуйста, мой бюджет, потому что в последнее время у нас какие-то очень расходные покупки. Вот сегодня Apple покупали, можно и что-то побюджетнее посмотреть, хотя, на самом деле, не обязательно тут в любом случае будет решать народная воля, я никакого влияния не оказываю. Ну, что, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо большое. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных роликах. Всем пока.